Одно из главных политических событий 2023 года – парламентские выборы. Первый вопрос – зачем вы все идете в Мужевиз? Вот здесь жил, да, жинал халган, проблема, мы селевы, тишаши тиктен. Да, я был нищий, голодный журналист, да. Судился, на меня возбуждали уголовные дела. Давайте уже не будем перемывать косточки прошлого. Наша общая вина, кроме Дениса Кривошеева, то, что мы все не проснулись раньше. Я вот как боролся с Клебановщиной, так и буду бороться. Ну, вам есть что терять, у вас у всех, у троих есть имя. Вы находитесь в таком розовом тумане, у них время на все это, журналистика, публикации, просто физически не хватит. Но все равно мы станем депутатами парламента, где будем нести ответственность за весь Казахстан. Если некуда девать, отправляем в депутаты. Ну, примерно так это всегда и было. Первый вопрос – зачем вы все идете в Мужевиз? Я не знаю, пусть отвечает тот, кто там уже был. Таня Юрген, ты 12 лет был в Мужевизе, три созыва. Мне кажется, что ты там что-то забыл в каком-то кабинете. 23-й год особенный, потому что сейчас президентом Тукаевым, его новой командой были внесены изменения в действующее законодательство о выборах в Республике Казахстан. И сейчас мы возвращаемся к тому, что у нас в Мужевизе будет возможность попадать людям просто как бы по одномандатным округам. Сейчас из 100%, 30% будут такие люди, как мы, здесь присутствующие, которые выдвигаются не от партий, а самостоятельно, своя кандидатура. Это дает особое положение, особые приоритеты, потому что мы тогда не должны заходить в партийный аппарат, долго согласовывать тот или иной запрос, получать вопросы министру, согласовывать поправки, которые мы должны сделать. То, что тебе мешало, когда ты был тогда в парламенте? Сейчас на 90% встреч люди спрашивают, как там сериал «Перекресток». Я повторю, что мне было труднее, потому что большинство депутатов люди не знают, а я всякий раз нес ответ перед людьми. И когда они спрашивали, что, я им говорю, мне для того, чтобы от вас донести в закон, нужно до этого еще согласовывать по длительным и долгим кабинетам. И вот сейчас, если люди проголосуют по первому округу, то таких долгих согласований не будет. Я буду напрямую работать. Люди-закон. На болевой прям берет. Когда был сериал «Перекресток»? Ух! Сразу. Хорошо, что не баллотируюсь по твоему округу. Денис, скажи честно, когда ты принял решение, что ты пойдешь в Мошлис? Честно, когда Такаев стал президентом. В 2019 году? Конечно. Мне честно предлагали, когда поучаствовать в «Праймерис», я сказал, что людям из Аманата, тогда еще из Нуратана, сказал, что я, наверное, раньше съем свою шляпу, которой у меня нет, чем я буду баллотироваться от этой партии. Для меня это национал, ну, в массе свои люди, национал-предатели, которые достаточно серьезно уничтожали страну на протяжении последних 30 лет, независимо, в каком созыве они находились. Это люди, которые голосовали за то, чтобы ельбасы стал ельбасы. Это люди, которые на нижнем уровне голосовали за то, чтобы спиливали парки, чтобы в Караганде, например, исчез, там, не знаю, ботанические сады на его месте построили. Это люди, которые причастны ко всем мысленным и немыслимым преступлениям, которые творились за последние годы. И самое главное, той самой бесконечной бедности, которая поражает нашу страну. А можно узнать, кто предлагал участвовать в «Праймерисе»? Ну, зачем? Не суть важна, кто предлагал. Суть важна, что я отказался. И когда были внесены поправки, вы знаете, что я находился на переднем крае поправок в Конституцию. И, например, участвовал в отмене той самой неприятной для меня идеей увековечить бывшего президента в качестве какой-то фигуры в новой, уже в новой, в одноленную Конституцию. И стал автором вот этой фразы, что Конституция не учебник истории. Я принял для себя решение, что если глава государства пойдет по намеченному сценарию, то я своим долгом буду считать сделать две вещи. Выдвинуться – это первое. А во-вторых, показать бенчмарк, как можно работать с избирательными компаниями, будучи профессиональным и политехнологом, и профессиональным журналистом. Я думаю, что ты прям готовился, потому что у тебя такая креативная предвыборная компания, там три газеты, понимаешь, такое ощущение, что ты давно уже для себя решил. Нет, просто я очень считаю себя достаточно профессиональным в области журналистики человеком, способным собирать команды на разные направления, включая газеты, телевидение, без разницы. И мобилизовывать в короткий срок достаточно серьезные ресурсы, при этом очень мало тратить денег на это. Ища, например, самые простые, самые дешевые способы для пропаганды. Вот у меня было интервью с ОБСЕ, мы встречались, два с половиной часа мы разговаривали. У нас вот первый вход в город был, у меня же, я хоть и там родился, и вырос, но первый вход в город должен был Петропавловск. И Север-Казахстанск. Первый выход в город мы сделали очень дешево, очень интересную историю, там зима, холодно. И мы сделали такие пончо из вот этого пластика, из которого делают билборды. Мы на них напечатали мою фамилию, мои фотографии, вот эти люди в желтых пончо. Помните, как мы открылись, да? Вот примерно так же. То есть они прошлись по всему городу? Они до сих пор ходят по всему городу, раздают листовки, раздают газеты, так что... Но это родной твой город. Конечно, там мамы живут, и там написаны. Ну как все? Не все, это вас все знают, а нас, нам надо вспомнить, чтобы нас напомнить. Ну даулетена знают все. Даулет, мин моем шассен бул... Даулетен. 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 Одан кейін, кейін, өзім кезінде университетте сабақ берген студенттерім бар. Олар қаза студент емес, бірақ жұмыс уақытнан тыс, осының барлығын көмектесі отыр. Мысал, сауда үйіне күрем, бір қыздыға айтайын, бір сауда үйіне көрсем, асты барлығы жемешедек сататын жер. Кірп қасам бол. Ой, даулет, біз сізге дауыс береміз, дауыс беремейтімді, әлі үт насихат жасаған жоқым. Қандай ол, кім десем, әли апай айтты, дауыс бересіндерді байты. Біз сіз, әли апай кім десем, сөйтсем, әли апайдың кезінде мен немересінің тұсауын кескен екен қағдаты. Сонда, көрдіңіз, әр жерде бірне отырды, мысалға. Мені тарго өйдомдарға екіш тарго өйдомға кіргізген жоқ, бір-екі жерге кіргізді, мысал, ол жердеді айналтып егенде сол оқырмандарын. Сондықтан, мен де балларға, мен көп жердеді сұқпаттады айтатынмын, сайлауға бармаймын, адалданген кішкене көңілім қалып қалды деп, бірақ сұрақ туындайды бұл не үшін бар қалжатыр. Айналамызды бұлық өте көп. 30 жылда, 32 жылда жиналып қалған проблема, мәселе өте шашетектен. Оны бірақ сіз айтпасаныз, мен айтпасам болмасы басқа жоғар жақта біз көтермесек, ол бұлықтың ішінде батып жүре береміз түсінем. Мен қазір блогерлікпен табысым жақсы, сізде менің рекламамды білесіз бағасы ғанша екеніне. Соның бәрін тастайсын, есінде? Е, себебі мен ойладым жанағы өзімніңде ұрпағым өсіп келер жатыр ғой. Бұл балаға біз ұрпақты не қалдырып жатырмыз деп. Мағанда тесет, қазір ой, сен түсінбейтін адамдар, көрмейтін, білмейтін адамдар, сен депутаттың айлығына миллионына қызық жатырсын деп. Бұл миллионды алмайды, пенсионті, менсионтің тұрады. Сонды тұрады ғой. Оны түсінетін адам сүйтіп айтады. Мен де Аллаға шүкір, сол инстаграмда мен үйімді алдым. Сіз өте жақсы білесіз, көлік болсын, сақты ек, кәсіп болсын. Капиталың бар, өмір сүргі болады. Бірақ мен өзім байы оқи әтіп, қоғам кедейленіп жатса, олдырсен біз себебі 30 жылда бізіне бай мен кедейдің арасын қатты-қатты ашып алдық. Оған түрлі қаттар келеді, бізде қайрын ұқпен де қаншама қайрын бұл жасадықы. Бірақ іштей менің де бір нем өртене бастады да, қашанға ден бұл жалғаса береді. Қарап отырмын, қазақты да мағал бар, ғой 30-ыңда орда бұл жасаң 40-ында қамыла алмайсын деп. Мен дәл қазірсе 30 жасыға келіп тұрмын. Мен де таңдау болды да, немесе сол блогерлықпен жүре беремін, немесе елге одан да көбірек қоғамға пайдам тегізем деген де. Тағы да балларыма қарайым, әкем нестеді ертен күн, немен айналысат десе блогер жазат, инстаграмға пост салат дегенден көрі. Мен де бір шікіне болып тұр, әкем осындай жерде жұмыс жасайды, осындай заңға ат салысқан, үлес қосқан деп, әйтеуір бір елдің болашағына оң өзгеріс, оң бағыт әкелетінде бір септігім тесе екен деген мен дегі ішкі мақсатым, ішкі миссиям. Ал өтпей ғалсан ше? Өтпей ғалсам сайлаудан кейінде өмір бар, ол жалғасады. Өтпей ғалсам әрине, үште мүмкін бір өкінші болатын шығар, бірақ айналып кейінгелізде ел біздікі, жер біздікі бәрбірде басқа да кандидат сол түсіп жатқан депутаттар мен болсын, басқа да бейлік өкілдерімен тұғыз қарымғатынасты жұмыс жасай беру көрек. Бұл қазақта мақал бар, өз көрпенді, өзін жамамасан, өз көрпенді, өзін жамамасан, өшкім өн саған түгі бәкеп бермейді, сол сияқты бізін елді жыртығымыз гөп, өл жыртығым барлығын біз жамаму керек біз болмаса түгі керек біз дегенді, өзіміз өзіміз істемесік басқа ешкімі керек біз, біз оты жылда статистикада бәрі керемет біз өз көрді, көнді біз қоды бәрі күшіп тarium, өз өзіміз өзі істемес Көзіңді бәрі көрінші проектрында болмасades бір. А есть интересы государства. И вам важнее, ну, как государственнику, понимаем. Как вакцинация. Да, вот как вакцинация. Вот есть подписоты, которые неприемли, а есть важность под вакцинацией. Где нужно принимать непопулярные решения, но они нужны, да? Как вы пойдете вот здесь? Но мысалы когам, сену колдомаса, естественно. Керек нерсемы, ону түсіндіруй керек. Бізде в оконышке ғарай, қарапайм нерсем түсінбей жатамыз. Тептым на сайлаудың өзін адамдар түсінбейт мысалы қайтатта. Керек мандат болғаннан кейін, район-район бойынша, Ақтаудан, Кызылордадан, Көкчетаудан жазат, біз сізге сонда дауыс перелмайымыз ба, неге сіздің таймеляны жоқ деген секілді қаттар келеде, мысалға, қарапайм елге керек дүниені қарапайм тілде түсіндіру көрек ме. Тура сол сияқты, мен банктың жүйесіндегі, банкте болу жатқан қаржылық сауаттылықты да, біз қарапайм денгейде түсіндір жатым. Жәр, ол мүмкін ғорсы тілді аудиторияда бар шығар финансовы ғраматын есі, бірақ қазақ тілді аудиторияда жоқ. Тура сол сияқты, саяйси белсендікті, сізде білесе, вакцинацияны біз сізбен де еферге шығып, біз түсіндірген еді. Күткені бала кезде алдым, дәліна ковидке қарсы вакцинаны мен де алған едім, бірақ түсінген адамға түсіндіре берсін, түсінеді, түсінбейтін адам жоқ, барлығымызда сана бар, бірақ мен айтатын едім, соны бізге жетпейтін қарапайм тілде жеткізетін адам жоқ мәселі. Денис, как ты думаешь, почему депутаты потеряли доверие? Не депутаты доверие поверяли, потеряли. Старая власть просто потерял доверие. Депутаты – это всего лишь так, люди, которых выбирали там, несколько человек наверху. Мы же знаем… Но при этом их называли всегда народными избранниками. Никогда их никто народными избранниками не называл, и сейчас их никто так не называет. Тех, особенно, кто идут по партии Аманат. И для меня вообще странно, когда люди, которые… Большинство из партии, я исключаю нескольких людей, типа Альберт Палджарав, Аатова, Саирова или еще нескольких человек, они для меня более-менее символизируют какую-то справедливость. А когда вот я смотрю на некоторых членов партии, которые переобулись в воздухе, как это модно говорить, как там у них слоган у партии сейчас? Время действовать? Ну, как бы 30 лет они что делали тогда? Я не очень понимаю. Вообще позор идти с таким слоганом, когда все люди смотрят и не понимают. А вы же вот только что же бездействовали? За что вы тогда, простите, эти 30 лет получали деньги? Ну а что ты хотел, чтобы просто партию упразднили? Что я хотел, чтобы люди оставались людьми. Вот я, например, при Назарбаеве занимался оппозиционной журналистикой. Да, я был нищий, голодный журналист, да. Меня не допускали, мне не давали писать, меня не пускали на телевидение. Но я бился за каждого, бился за бизнес, писал, защищал людей, как только мог. Судился, на меня возбуждали уголовные дела. Я бился с Байбеком, бился с министрами, бился с Фостером, бился со всеми. Но я пытался защищать народ без всякого депутатского мандата. А эти люди в большинстве с ТОМ не только не имеют права говорить о том, что они там время им действовать, им время пойти поработать медсестрой, я не знаю, где-нибудь. Ну или там, я не знаю, двор подмести. Большинство депутатов на большее не приспособлено, вот даже последнего созыва. Двор мести они могут. А вот чтобы законы писать, или понимать, что на самом деле людям нужно, я в этом не уверен. Танил Евгеньев, о чем ты сожалеешь? Что ты не успел сделать, когда ты был депутатом? Три созыва. Видишь ли, в чем дело. Очень трудно винить себя за что-то, когда ты находишься на первом этаже, а дело, которое нужно сделать, на втором. Поэтому я думаю, что в каждом из нас такая вина есть. Мне кажется, что это не отдельно взятая моя обязанность. Мы все должны были изначально проснуться раньше. Вот этот антар, он должен был случиться раньше. Раньше должно было общество одуматься для того, чтобы не допускать развития страны до того, что мы сейчас имеем. И изменить вообще законодательство о выборах. Чтобы там четко было регламентировано, что в парламенте нужны одномандатники, что партию можно создавать любому человеку, что на митинг можно выходить без какого-либо предупреждения, чтобы депутаты обязательно встречались с людьми и слушали их чаяния для того, чтобы реализовывали в законодательном акте. Тогда бы у людей не было необходимости выходить на улицы и поджигать резиденцию президента. И я думаю, что в этом есть вся наша общая вина, потому что мы там, кто-то работая с журналистом, к примеру, я беру на себя вину. Вот наша общая вина, кроме Дениса Кривошеева, то, что мы все не проснулись раньше и сообща не приступили к изменению этой страны. Сейчас я критически против того, чтобы, допустим, полностью покрывали, скажем так, критикой прошлую власть. Поверьте, я всегда это говорил. Вот сейчас, допустим, ушел Назарбаев, его критикуют. Завтра уйдет Тукаев, его тоже будут критиковать. Послезавтра следующий президент. Даже Димаш Ахмедович, когда уходил, его тоже критиковали. Назарбаев критиковал. Я против того, чтобы так происходило, потому что руководителя страны во все времена, во всех странах всегда будут критиковать. Но то, что руководитель засиживается, в этом есть наша общая общественная вина. Можете, я задам вопрос, Таня Бригина. А как быть, вот смотри, ты говоришь, хороший президент, наверное, был Назарбаев. Ну вот, хороший президент разве выйдет из должности и не получит тут же 9 миллиардов, только банк стоимостью 9 миллиардов долларов. Я про Джусан, контроль над ним. Считаешь, это нормально? Нормальный человек вообще, который 30 лет управлял страной нашей, привел страну вот к такой нищете, которую мы видим сейчас, что люди себе, прости господи, молоко в кредит покупают. Это нормально, потворь? Богатейшая страна в мире по запасам. Это нормально, когда люди в кредит делают похороны? Ты считаешь, это хорошо? И зарплата 150 тысяч тенге средняя, 250 долларов. Это нормально? И мне так не кажется. Друзья мои, Денис профессиональный журналист. Он действует по правилам журналистики, провоцирует вопрос, перетягивает на себя дискуссию, говорит теми заготовленными фразами, которые, в принципе, заходят аудиторию, чтобы собрать все голоса. Но я в этой ситуации имею другую позицию. Я считаю, что на эти вопросы нужно смотреть философски и понимать, что любая власть – это отражение того народа, которым эта власть правит. И для того, чтобы так не происходило, нужно меняться самостоятельно. Для того, чтобы потом мы не хаяли и следующего президента, и последующего президента. Касательно нормально это или нет, я предлагаю сейчас повернуть это русло дискуссии в направлении, что конкретно мы можем сделать для нашей страны, а не обсуждать времена минувшие. Мы все пришли к мысли, что в какой-то момент наш предыдущий президент засиделся, в какой-то момент его окружение начало зарабатывать огромные деньги, ситуация с социальным развитием страны вышла из-под контроля. Давайте уже не будем перемывать косточки прошлому. Сейчас конкретно обсудим то, что мы втроем в случае прохождения в депутатство можем сделать для страны это, будет более конструктивно. А мы можем что-то менять, не находясь в Можилисе? Я работаю над этим каждый день. То есть тебе обязательно иметь статус депутата? Абсолютно нет. Я вот как боролся с Клебановщиной, так и буду бороться. Даже когда Клебанова не будет? Даже когда Клебанова не будет, я буду... Сейчас Назарбаев ушел, вы продолжаете с ним бороться. Я боролся до, я не хочу бороться с Клебановым, я хочу, чтобы они деньги на место поставили. Чтобы деньги, которые были положены для того, чтобы реконструировать ТЭЦ, их вернули, реконструировали, и люди получали дешевое отопление. Я с ним согласен. Вот чего я хочу. Вообще есть какие-нибудь результаты помимо публикаций? У меня-то? Давай глянемся назад, сколько посажено людей в тюрьму только по моей публикации. Серьезно? А кто конкретно я хотел? Ну, давай вспомним стекольный завод и стекольное дело, которое в конечном итоге повело к аресту Бешимбаева. Это давай вспомним. Ну, слушай, я вернул хотя бы пилотам, нашим казахским пилотам, казахам, пацанам, которые закончили наше образование, вернул нормальную зарплату. Когда, извините, англичанам с низким доходом, с низкой квалификацией платили 10 тысяч долларов зарплаты, а нашим две. Я хотя бы добился того, чтобы было нормально. Денис, если ты говоришь о том, что ты можешь влиять на нашу экономику, на нашу страну, в принципе, не находясь в Можелесе, зачем ты тогда туда идешь? Когда пришел Такаев, он открыл лично для меня надежду. Надежду для человека, который пытается изменить уже много лет в этой стране к лучшему. Я знал о том, что будут готовиться изменения в Конституцию. Я понимал, что одномандатный парламент все равно неизбежен, то есть хотя бы часть его. И понимая, что главе государства одному тяжело в окружении этой Назарбаевщины, которая не хочет отказаться от власти, не хочет отойти, не хочет выйти, а просто так сдаться, что должны появляться люди, которые будут нести другую историю. У меня нет бизнеса вообще как такового. Мне нечего защищать. Я знаю, что мне в Петропавловске противостоят угольные, угольное лобби, которое не хочет допустить прихода гистального газа, потому что им выгодно продавать этот баллонный газ этим несчастным людям, которые его покупают за последние деньги. Я знаю людей, которые заинтересованы в том, чтобы не поднимать вопрос по земельным паям в деревнях, чтобы получали по ним нормальные деньги. Тоже будет противостояние, и идет противостояние. И по многим другим вопросам. Вот чтобы у меня была еще чуть-чуть одна возможность, вот о том, о чем говорит Энерберген. Есть механизм, который мне позволит быстрее решать вопрос, он называется депутатский запрос. Я знаю, как его писать. И не потому, что я был 12 лет депутатом, потому что я был 20 с лишним лет журналистом. Я знаю, как писать запросы, где искать источники информации. У меня невероятное количество команд, команд юристов, команд экономистов. Поверь моему, 12-летнему опыту, там кроме как писать, еще нужно знать, как его продвигать и с кем коммуницировать, для того, чтобы... Я думаю, что в коммуникациях не единственный специалист. Это очень важно. Продолжение следует... 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 У кого? У Аманата. У кого? У Аманата тоже есть инфлюенсеры. У кого, в Аманате есть инфлюенсеры. Даулет Турлханов, например. Ну ладно, даулет Турлханов, это даулет Турлханов, дальше еще кто. Кто еще? Он по одномандатникам, кстати, идет, насколько я помню. А он, кстати, одномандатник, да? В том же идет. Первое, что сделают, вот поверьте мне, первое, что сделают он домандатники от партии, открестятся от партии. В третьем созыве, дай бог памяти, 2004 год. Слушай, какой ты древний. Опыта больше. Там, получается, только 10 человек были по партийным спискам, остальные были одномандатники. Я помню первое заседание фракции партии, когда партия сказала, так, ребят, то, что вы участвовали самостоятельно, это ваши проблемы, сейчас мы все, как члены партии Нур-Отан на тот момент, будем вести партийную повестку. Но вы были членом партии? Да, всем осталось согласиться. Я был вообще в этой струе с 99-го года, еще партии ОТан не было. В нем газетка «Нехт»? Какого года рождения? Мне с детства в 99-м году. В это время уже Данил Брюгем был депутатом? Я помню Динару Малинсу, она такая маленькая, сладенькая. Окей, давайте вернемся к вашей программе. А, мне нравится, когда напоминают, да? Давайте вернемся к вашей программе. Нашей программе. Окей, вы проходите, что вы нам обещаете? Вам ничего личного, у меня есть свой избиратель, и первое, я несу ответственность перед ним. А там у меня очень простые обещания, разобраться. Какие обещания можно? Не, не обещаю, разобраться с владельцами ТЭЦ-2, это очень просто все. Инициировать строительство новой ТЭЦ, провести газ, разобраться с водой, потому что вода в Петропавловский яд. Настоящий яд, который течет из... Вот у нас в Астане, говорит, плохая вода. А вот на самом деле, когда я приезжаю к маме и живу там, это кожа просто покрывается коростами иногда летом от некачественной воды. И интернет. Мы до сих пор не знаем, мы не понимаем, сколько мы, как дорого мы платим за некачественный интернет. Особенно в селах, особенно в селах, школах, все сельских. А интернет это главное, что нужно сейчас детям. Вот не даст соврать человек, он понимает, как и я. Потому что все оттуда, вся информация... Смотрите, вот просто давайте посчитаем, сколько среднестатистическая семья тратит на плохой интернет. Домашний интернет 8-10 тысяч в среднем. И если 4 человека в семье, это минимум получается по 5 тысяч на человека. Минимум по 5. Итого мы получаем где-то 28-30. Мы столько на отопление не тратим. Короче, если Дениска ваше проходит в парламент, то у нас у всех будет летающий интернет? Я буду бороться, конечно, первую очередь с монополией Казахтелекома, который является основной препятствием для развития конкурентной среды, а значит и качественного услуги. Наулитен. Мен де ана нәрсе, мұна нәрсе деп көп вәден берін келмейт. Иткен әр айтқан сөзді жауап кершілік бар. Менің беретін біргана вәдем, ол адал кызметету, халққа адалдық кызметету болды. Олтқа деген, елге деген жанашырлық осыған мен өәдемді берем. Алқанда сұрақтар біше шесу. Деген келген нәрсе, бізде жас отбасы деген мемлекеттік бағдарлама жоқ. Жастардың арасында көп адам ажырасып жатыр. Одан кейін менсе ақты жастардың барлығы шетелге кеткісі келеді. Қолында дипломы бар, анда барат, мұнда барат жұмысқа алмайды. Үйткені бәрі бір үйге бір нәрсе бері өйреніп қалған. Оқу бітыреді, стаж сұрайды оны. Дәл осыны ол оқыл жүрген кезде, 3-4-4 ғұрстарда өндірістік практикаларға барып, соны стаж ретінде міндеттеу көрек мысалға. Одан кейін сол жастардың ішінде жанағы айтыққан Кореяға, Америкаға барлығы еткіседі. Қазақтада мақал бар, арқа жайлы болса, арқа рауып несі бар дейді. Не үшін кетіп жатыр мысал? Себебі елдің болашағы жоқте болейді. Бізге сол қазір жастардың категориясы 35 кеден көтерді. 6 миллион жаст деген категория, 6 миллион қалып жүрімізді, солардың елге деген сенімің қайтару бірінші кезекті. Одан кейін тағыда мен бір көресетіндерсе, бақытты отбасы мемлекеттік бағдарламасында 32 квадратметр бір бөлмелуге 6 адамды тұққойады. Представьте, 32 квадратметров, қалай ол 6 адам 32 квадратметрді тұрға болады. Мене сол программаның дегенде 32 квадратты маладайы семяларға беру көрек. Әйелімен күйі, пақы олар үлі өнді, олар тұралады. Бір бөлмеді, бір баламен тұралады. Но 4 баламен, Әйелі күйі, 6 адамен, 32 квадратметрді олар тұрғызу мүмкінемес. Яғни, біздегі менің көрінесе баспанаға бағыт үй тұрал айтқанан кен, осы нәрселерді қозғайын. Одан кен тағыда мен айтатын нәрсе финансовы ғрамықтын есі. Қаржылық, сауатылықты біз мектеп программасына еңгізу керек біз. Ал, одан кен 10-11 классыға келгенде, біз өзіміздің балыларымызды кәсіккерлікке бауылымыз керек. Яғни, қолына балық бермек, қармақ бердеп, бір нәрсеңі жасауға, бір нәрсеңі екемдеуге, бір нәрсеңі сатуға, біз бизнеске қаре бағыттау керек біз. Сол кезеғана біздің жастарымыз жарайды. Дипломен жұмыс істемеседі, емінау менің кәсіпім бар, қолынан наны келеді кем ғып, наны саталады кем ғой деген сияқты, адам бағыт бағдарын алады. Осы мен айтатын әрсем. Әрине, проблем өтігіп, білім саласында, медицина саласында, о, 32 жылда бүкіл барлығың құрты отырған сол жемқорлық. Жемқорлықтың салдарынан не болып, біз жана қайтқандай болашағымызға сен бейбара жатырмыз. Сол жемқорлықтың салдарынан өкіншке қарай жана қайтқандай елді жаман дап болмаса, тіпті керс кетіп жатқан азаматтарымыз өте үгіпті. Сонықтан, жемқорлық ұлтқа деген елге деген жанашылық помаса, ол ешқашан тоқтамайды. Мои планы не столь локальны, как интернет от Кривошеева, но вы можете загибать пальцы. Я буду стремиться к тому, чтобы дать людям справедливость, благосостояние и гордости. И причем по всему Казахстану. Обясню, почему. Может быть мы сейчас выдвигаемся в рамках этой системы выборов по одномандатным округам и якобы должны как-то дублировать работу депутатов-маслихатов, это их вотчина. Но все равно мы станем депутатами парламента, где будем нести ответственность за весь Казахстан. Вот у нас проблема в Казахстане со справедливостью, с благосостоянием людей, с деньгами и с гордостью. Начиная со справедливости. Ну разве это справедливо, когда цены на квартиры, на продукты гораздо больше того, что мы можем потратить. А зарплаты очень мизерные. И соответственно необходимо сделать так, чтобы человек не сколько тратил, столько и зарабатывал, а чтобы у него оставались какие-то деньги на лечение близких и родных. И когда человек будет жить в этой стране, где квартиры, продукты будут более доступными, тогда он будет доволен. А еще будет доволен, когда он будет осознавать, что он живет в стране, что если вдруг, не дай бог, его сейчас дело попадет в суд, там оно попадет честному судье. И если что-то пойдет не в рамках закона, тогда этот судья жестко будет наказан. А вот по поводу гордости, вот для нас всех вот эти январские трагические события, это действительно человеческая трагедия и трагедия вообще нации, народа в целом. И для того, чтобы не допустить подобных случаев, нужно полностью перелопачивать законодательство, связанное с политикой в Республике Казахстан. Никогда больше не допускать вот этих ошибок, которые мы сделали в истории. Это вопросы с переименованиями, это вопросы с продолжением сроков, с тем, как мы влазили в Конституцию, это пропорции людей, которые должны попадать в парламент. Если люди увидят, что в парламент может попасть простой парень, который пользуется популярностью у людей, или грамотный парень, ну, любой другой, то есть в этой ситуации у людей будет надежда, что они живут в той стране, в которой хотелось бы остаться жить. И я хочу, чтобы условно через 5-10 лет мы нашим детям уже оставили такой Казахстан, которым мы сами гордились и были спокойны за своих детей, что они ходят и живут в нормальном обществе. Вот такие планы. Печально тебя слушать-то. Почему? Ну, это же патетика. Ну, что-то надо же сказать. Ну, это же патетика. Ну, слушайте, я тоже так могу выяснить, я хочу, чтобы лето не кончалось. Ну, вот это вот, это реально пустословие. Надо же что-то делать. Человек 12 лет отсидел в парламенте. Ты же принимал закон о Ельбасе. Вы голосовали? В каком он году был? Закон когда-либо себе принимал? Смотрите, Денис, я заметил, что вы как журналист четко владеете инструментами первой провокации, второй, не основывайтесь ни на каких фактов, даже не зная, кто что принимал, кто что делал. Главное для затравки разговора начать общаться. Я предлагаю все-таки переключить русло. Ну, мы сейчас возьмем телефон, проверим, в каком созыве ты был, это несложно. Возьмите Google вам в помощь, Денис. Конечно. Ну, вы так, наверное, и поступаете в той ситуации, когда в голове информации не бывает. Ой, я чувствую, у нас будет классный парламент. Будет весело. Да. Даулет, он просто все программы Жилыстрой Сбербанка изучил и спокойненько это все перевел и начал транслировать это. И очень много людей благодаря Даулету получили квартиры. Да. 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 Я это полностью понимаю, потому что вот сейчас он находится в той ситуации, я вот верю в него, я верю, что он станет депутатом парламента от Астаны. Я вспоминаю тот момент, когда мне было 28 лет, я был самым молодым депутатом парламента в стране, актер сериала «Перекресток», работавший в общественной деятельности, к примеру. В первый же день, как я стал депутатом, посыпался хейт жестко, то есть там 31 канал, на котором я работал, начал хейтить и так далее и там подобное. Вот что только не начали люди говорить. У людей в сознании депутат – это обязательно какой-то лентяй, который ничего не делает и так далее. И самое обидное то, что эти люди, когда их спросишь, а где находится ваш избирательный участок, они даже не ходят голосовать. Я на каждой встрече повторяю. У каждого из родственников или знакомых сейчас участвуют в выборах, потому что, мне кажется, просто Новый Казахстан дал эту возможность. И старый Казахстан, и Новый Казахстан пошли на выборы. Нет, это кажется так. Ты сейчас кого называешь старым? Кто себя как идентифицирует? Нет, подожди, ты себя чувствуешь старым в Казахстане? Самый настоящий представитель старого Казахстана. Нет, ну почему? Он, во-первых, здесь… 12 лет в Парламе. Подожди, он 10 лет не в Можилище. От этого нельзя отмыться. Ну понимаешь, это такая сказка. Я вот 10 лет не сидел. Слушай, ну мы с тобой тоже жили при Старом Казахстане. Ну я, извините, не участвовал в Распиле. Я не знаю, как в своем случае. Нет, я всегда работала на телеке. Я тоже ничего не пилила. Я отвечаю на твой вопрос. Вот когда смотрю на Дениса и понимаю, что он мой ровесник, я чувствую себя не только старым Казахстаном, я чувствую себя старым, понимаешь? А так по жизни двигаюсь вроде как молодой, понимаешь? Это хорошо. Денис, ну ты себя прям чувствуешь четко новым Казахстаном. Я считаю, что… Извини, я сейчас… Я считаю, первая важная вещь для меня. Я понимаю, что сейчас это как хрупкое растение Новый Казахстан. Его нужно поддерживать и только и биться со всеми верблюжьими колючками, которые попытаются на этом деле паразитировать. А я уже вижу, как целые, так скажем, орды колорадских жуков и прочих гнид пытаются оседлать всю эту историю. Не нельзя этого допускать, и в этом смысле новые люди не замараны никакими отношениями со старым Казахстаном, ни с Дейгуин Султаном, ни с Услана Вишчим, ни с Булатом, ни с Кайратом, ни с Тимуром, ни с кем. Чтобы они не были даже в контакте. Вот я не работал ни с кем из них. И никогда ни с кем из них не хотел работать. Хотя всегда была возможность присоединиться и к холдингу, и ко всему остальным. Я думаю, вы тоже никогда с ними не работали. По вам не знаю. Мен бірде-бір мемлекет, кызмет, тендер, мендер, ещенея гадаспаған адам. Енді жаңа Казахстан болсын, еске Казахстан болсын, бәріміз сол бір Казахстанда тұрып жатырмыз. Оно бит бөліп жарып. Жаңа Казахстан болса да жағдайымыз керемет болып, болмаса елінбәр баспан алып болып, елінбәрін кредит жауылып, бәрі бай болып кеткен жоқ. Бірақ мұнандай байлықпен... Сенім бар. Сенім бар. Мен үнем айтам. Мағандай тат енді ой ғоржақты орын сатылып қойған, сен еміне өзін шырпыр болу жүрсін дейді. Адамда үмітпен үрей қатар жүру керек. үрей енді қорқыныш, үміт деген сол сенім. Ол болмаса болмайды. Яғни менен де сұрайды. Қазақстан болашағына сенеміз бә, не істейміз? Сену керек біз. Сол үшін бәрліғымыз жұмыс жасау керек. Біз бұл жердені беттертісіп бір-біріміз деміз. Бір-бірде біз Қазақстанды жанан жамандағанымен бізге басқа күшті бір мемлекет бізге бейтіп әкеп бермейді. Ал бірақ сол жаман мемлекетті жақсы жасайтын сол елдің тұрғындары яғни біз ғана. Біз Қазақстан болса, біз Қазақстан болса, біз Қазақстан болса. Друзі, 19 марта пройдут выборы. Мы жили с парламент, а также в Масліхаты. И я так понимаю, когда мы придем на выборы в своей кабиночке, у нас там будет не как обычно один бюллетень, а прям стопочка, да? И там будет очень много фамилий, да? То есть мы будем смотреть. И в этом случае я думаю, что вот все-таки у вас шансов больше, потому что ваши фамилии, они известны. Вы на это рассчитываете? Вы знаете, я повторю мысль о том, что старый Казахстан сопротивляется как на... Даже не могу найти сравнение, на что это похоже. Это такая гидра, которая всосалась везде. Мы видим и можем констатировать, как люди на местах, особенно в Астане это не чувствуется, а вот регионы, особенно такие слабые, все сельские, они испуганы. Они боятся принимать какие-то решения. Не те, которые вот были еще полтора года назад. Привычки, да? Они боятся, что вот завтра, если они там не будут поддерживать, предположим, Нуратан, то завтра придет Аким и что-то там сделает с ними. Они истинно боятся и не понимают, что перемены произошли. Они до сих пор не знают многие, что глава государства... Проблема не знают. Да? Они даже не знают, что президент принципиально вышел из всех партий, что Акимы областей не являются членами партии. Это уже показывает, что государство не отдает никому никакого предпочтения. И это очень важно. Вот если вас сейчас слушают, думаю, что на казахском тоже нужно будет прямо это повторить, чтобы не только на русском, но и на казахском. Никто не заставляет вас голосовать ни за какую партию. Наш глава государства не член партии. Акимы не члены партии. Вы не обязаны, никто не вправе вас сейчас принуждать голосовать за какого-то кандидата, если он в партии или за партию. И вам это в этом смысле гарантирует глава государства. Вы все должны это знать и помнить. Если можно... Но вот эти все призывы игроша Ломанова не стоит, пока народ сам не убедится, а он не дурак. Когда вот эти депутаты придут в парламент, будут работать, дадут результаты, отчитаются. И тогда никого не нужно будет словами звать. Сама явка, статистика явки на выборов увеличится. Поэтому я предлагаю просто много не говоря, как бы жмстейк. И последний вопрос. Если не пройдете, что будете делать? Довольцы не стисны. Меня зовут ПЖД, докторантуры. Менің скопус мақалам шықты. Халкаралық журналыға аргарайы қорғау керек. Доктор, экономика қалымдарын доктора дәрежесін алу керек. Одан кейін сол, қаржылық сауаттылықты да мен бәр-бірде мектеп программасына енуге, өзімнің үлесімді қосамын. Жана қайтып жүрген дүниенімді де айта беремін. Және де, ұрпақ тәрбелеу керек, мектептерді салу керек. Менің балагездегі бұрыннан бер арманым бар. Себебі, қатылеспесен бейсмарктың сөзі бар, уақытында мектеп салмағандар түрмей салат дейді. Үткені, ұрпақты біз тәрбелеу керек біз. Олсы жас ұрпақты біз елінің сүйетін азаматыр етінде, одан кейін еліне қызмет ететін, ұрпағымыз білімді ұрпақ көп болсын дейді. Не бойыш обижатсы, что, блин, вот столько времени потратил на эти выборы? Бірақ, мен білесіз бе, анандай адамында өмір жалғасы жатыр. Әр нәрседі мен савақ аламын. Ергіздегі үшке дейді, үшке дейін дейді, бұл менің екінші ұршайтыққан да, папытқан болады, мүмкін тағы да бірді, үшінші сайлауда болатынша. Білмеймің ғой, дүне болатын, бірақ, алдыға қарай күресе беру көрек. Ел біздікі, жер біздікі, басқа мемлекетті бізге әкеп бермейді. Ең кейді әзілдеп айтам, басқа мемлекеттен көшіп кетем деген сияқты, оны да бір өлер қиева алып, мені жалғылдырып жатыр. Біздің ата-бабамының, жет атамының барлығы осы елде, осы жерде нәр алғаның кейін, біз қайда барамыз. Бізді осы елге қызмет етеміз, қызмет етеміз жалғастыра береміз. Таң Ербельген. Хороший вопрос. Чесно говоря, об этом даже не задумывался. У него двоя еген. Хватит, чем заняться? Настрой прям боевой, очень сильно. Ну, наверное, обрадуюсь, потому, что уже другой человек будет отвечать за косяки парламента и другого из человека будут хейтеры долбить. Но на самом деле нет. Объясню. Я пойму для себя, что в этот раз чего-то каких-то моих навыков и качеств не хватило. Необходимо работать над собой, чтобы в следующий раз, а он возможно случиться гораздо раньше, чем через пять лет, вновь баллотироваться. И в целом, есть намерение сейчас прям поднажать на казахский язык так, чтобы я как минимум мог на уровне даулетена излагать мысль на казахском. И через семь лет, может быть, попытаемся президентами баллотироваться. Вау! Какая заявка! Голосуй за меня. Ой-ой, я даже страшно представить такой себе. Ну, в моем случае я... Но ты вообще рассматриваешь вариант непрохождения? Конечно, как и все нормальные люди. Мы же не вписываются. Как основной. Ну, я пытаюсь учиться у тебя в таком случае. У тебя такая конкуренция с самим собой, что проиграть несложно. Так вот, здесь очень важно понимать, что север очень специфический район. Мы сделали, на мой взгляд, с моей командой, небольшой, но очень талантливой, мы показали бенчмарк, как работать в регионах. Это самое важное, самое ценное, что мы вынесли, это как с людьми разговаривать, как заставлять их снова верить в то, что что-то происходит, что государство поворачивается этим лицом, что государства они не безразличны, что их будущее очень важно. Вот основная цель была. Пройду, не пройду, у меня, я же рассказал, что даже если я прохожу, у меня до конца года расписано ток-шоу, все, на жебек жилы, я буду выходить как положено, весь май, вообще почти каждый день мы выходим. И, соответственно, ничего этого останавливаться не остановится, и моя жизнь не остановится ни при каких обстоятельствах. А выборы — это такой хороший способ для себя самого посмотреть, что такое регион. особенно вот тот, которым ты родился. И самое главное, чего он ждет от тебя. И вот общаясь с людьми, я четко понимаю, чего они хотят. Это, наверное, пожалуй, исходя из даже опросов, это самый патерналистски не настроенный регион, очень слабо закредитованный регион. Люди привыкли опираться на себя, и они мне вот смотрят в глаза и говорят, а можно нам просто работу? Ему у нас все будет хорошо, потому что пять военных заводов было, потому что умели люди работать, потому что инженеры, токари высшего разряда, люди, умеющие жить вот руками и зарабатывать руками, кто в своем подсобном хозяйстве, там, дача есть. И я вот вижу, что даже если я проиграю, я хотя бы позвоню всем своим друзьям-бизнесменам, а у меня их очень много, вы же знаете, и буду упрашивать их только об одном. Давайте, вот вы достаточно построили в Караганде, в Октау, в Атерау, уже давайте хоть чуть-чуть что-то строить в Петропавловске. И я очень верю в том, что хотя бы, если бы пять моих друзей, так скажем, сделают, вот это откликнутся на просьбу, то, конечно, я буду счастлив, пять заводов появятся в городе. Ну и, конечно, это, если мне удастся победить в этом смысле Клебанова, независимо, сойду я в парламент или нет, заставлю восстановить эту несчастную трубу, которая рухнула, и не допущу падения остальных двух, и спасем город от размораживания на следующий год, ну, значит, уже что-то мне удалось сделать. Я желаю вам удачи, друзья мои. 19 марта идем на выборы, и, как сказал Долитен правильно, да, не отдаем свои голоса, да, то есть ни один голос не должен быть сворован, и, друзья мои, пришло время проявить свою гражданскую позицию, свою активность и прийти на выборы. А вам, друзья мои, удачи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА